Сфера спорта, физической культуры была и остается одним из приоритетов социальной политики страны. К 2024 году в России к систематическим занятиям каким-либо видом спорта планируется привлечь более 55% жителей. Такую задачу поставил президент Владимир Путин. О том, как за пять лет достичь этих показателей, будут решать профильные министерства и ведомства. При Госсовете России создана рабочая группа по направлению туризм, физической культуры и спорт, в которую входят депутаты, главы регионов, губернаторы, руководители различных спортивных федераций и общественные деятели. Глава Чуваши возглавляет подгруппу рабочих группы Госсовета России. В Москве Михаил Игнатьев провел первое заседание по направлению физическая культура и спорт. Мотивация россиян к введению здорового образа жизни, занятию физической культурой, стало национальной целью на ближайшие годы. Спорт должен стать нормой жизни. Среди первоочередных задач – выстроить более эффективную структуру управления отраслью. Нас тревожит прежде всего по анализу, правда, 17-го года. Это 17% муниципальных образований, где вообще отсутствуют какие-либо специалисты отрасли физической культуры и спорта. Все-таки мы понимаем прекрасно, что кадры решают все, и система управления, она сегодня достаточно эксклюзивна. Безусловно, нужно взаимодействие регионов. Если, к примеру, в Алтайском крае существует острая нехватка тренеров, то помочь в этом могут в Свердловской области. Здесь наладили систему подготовки спортивных кадров, и она вполне оправдывает себя. Ежегодно на рынок труда Свердловской области выходят около 600 выпускников – специалистов в области физической культуры и спорта. Из них более половины – это специалисты с высшим образованием. Мы хотим целевое направление на то, чтобы делать некий государственный заказ в специализированные учебные заведения физкультурно-спортивной направленности. Благо, у нас в Свердловской области таких у нас 8 вузов, вернее, 4 высших учебных заведения, которые выпускают специалистов отрасли физкультуры и спорта, 8 организаций среднего профессионального образования. Еще одна проблема – нет выстроенной системы преподавания физкультуры в школах. Ребенок находится 11 лет в школе, и урок физкультуры, к сожалению, не решает этот вопрос. Во-первых, потому что, наверное, этот урок меньше всего у нас в школе подготовлен. В принципе, наверное, в стране нет программы физического развития населения. Мы должны совершенно четко создать программу, какие физические навыки в зависимости от возраста, от пола, показатели медицины должны мы развивать, и какие виды спорта помогут в этом направлении. И если с молодежью все понятно, большинство из них и так активны, то поддерживать интерес к физкультуре у людей среднего и старшего возраста намного сложнее. Для этого в регионах должны создаваться условия, при которых занятия спортом должны стать максимально доступными. Футбольные поля, волейбольные площадки, удобные лыжные трассы, уличные тренажеры в шаговой доступности. В перспективе внедрения программы «Плавание для всех, плавание для жизни». Плавание для всех, плавание для жизни. Это не вид спорта той федерации, которую я представляю. Это действительно жизненно важный навык. И хочу сказать, что, конечно, очень много, или даже не все, но в различной степени зависит от руководителя. Когда я, как первый вице-президент Федерации плавания, глубоко погруженный в эту тему, познакомился с вашим руководителем, я понял, что у вас в республике все хорошо. У вас точно будут и все плыть. Все действующие и только готовящиеся программы должны помочь привлечь внимание людей к своему здоровью. Важно знать, что физическая нагрузка необходима в любом возрасте. Нет, все эти предложения, которые сформулированы были по содержательной части и по существу рассматриваемого вопроса, они, конечно, будут учтены и в подготавливаемом докладе, и в стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. На есть волевые решения президента Российской Федерации Владимира Путина. Поэтому наша задача, выполняя обеспечительские функции, с учетом лучших региональных практик, максимально использовать тот потенциал, который есть. Все те наработки, которые есть в республике у нас, как сильные стороны, они тоже востребованы регионами Российской Федерации. Мы, развивая межрегиональное сотрудничество, используем лучшие практики других субъектов Российской Федерации. Это очень важно. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика, из Москвы.